Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Солл Сторма. Ваше внимание, предлагаю бой в режиме «Каждый сам за себя» за Тао. Да-да, именно за Тао, потому что для меня это ключевая фракция ФФА. Ну и Космодесант, пожалуй. Две самых мощных и универсальных расы, которые способны на большинстве карт решать поставленные вопросы, то бишь побеждать. Карта «Ошибка Бифи», мой ник «Хайпер». Против меня «Рэйл Мэн», реальный мужик, тоже за Тао. Кстати, уникальная ситуация, потому что два зеркала попали друг против друга, Тао на Тао, Хаос на Хаос. С другой стороны, Лон Вульф, Мак Уайт, Хаос и Хаос некий А7В. Никого не знаю, пожалуй, кроме «Рэйл Мэна», то ли с ним я играл, то ли против него, по крайней мере, ник смутно помню. Ну и поглядим, что-то получилось. Такой неплохой бой. Выдался. Ну, ФФА всегда. Сражения получаются, в общем-то, достаточно интересными. Кто-то из противников так или иначе оказывается приличного уровня, и с ним приходится пыхтеть, в конце разбираясь. Ну, чаще всего. И здесь, видите, одинаковая фракция, это не есть. Хорошо. С другой стороны, карта абсолютно сбалансированная, то есть у каждого по пять точек, там максимум. Может быть и побольше за счет того, что тут реликт захватит или ключевую по центру. Есть четыре термогена, за которые тоже надо бороться. То есть ресурсов довольно-таки много. Ну и опять непонятно, кто как будет атаковать. То есть здесь могут атаковать, допустим, Хаос на Тао. Меня может атаковать и Хаос, меня может атаковать и Тао. На это, кажется, надо играть очень аккуратно. Чем вы меньше на себя будете обращать внимание в самом начале, тем меньше противников вы с себя наживете в дальнейшем. Ну а когда у вас будет достаточно сил, вы сможете, в общем-то, выйти и преподать кому-то урок, как же нужно играть в Сало Стром. Так, ну здесь вроде все стандартно. Реалмен играет через один генератор, строит посты. Тут ему, походу, не хватает влияния на строительство. Ну, я, кстати, не видел, как они играли. Ну, как бы, я видел только часть игры. Что они там строили без понятия. Ну, тут уже, смотрю, турелька у Лону Ульфа. Это как бы не есть хорошо. Учитывая, что турелька стоит еще и неправильно. Она стоит, опять же, не между точек, чтобы прикрывать обе. Она стоит перед точкой. То есть сначала будут выносить турель, и только после этого начнут стрелять непосредственно посты. И еще очередная ошибка. Кто-то там в комментах писал, что я критикую игру игроков. Ну, так а что я должен делать, если он неправильно поставил турель? Надо говорить, молодец, пацан. Играйте все так же. Турель надо ставить перед точкой, чтобы сначала она стреляла, а потом стреляли уже точки. Они вместе, они одновременно. Учите различать критику и... В общем-то, просто комментирование происходящего. Это даже не критика. Это просто анализ того, что происходит на экране. Констатация фактов. Так, здесь вылез у нас А7В. Сидит, захватывает реликт. Причем он захватил его и с моей стороны, но мне, в общем-то, два реликта было не нужно. Со своей стороны я его забрал. Ну, и пытаюсь отогнать тут хайсню, чтобы... Хватить ключевую по центру и получить подсвет вокруг. Так-то она для ресурсов не шибко сильно и нужна, а вот подсвет там не помешает, чтобы видеть, что у них там происходит. Здесь авиалмен пытается мне сбрить свои максимум 15 пост. А ведь командорам не подходит. Я думаю, он просто не хотел привлекать к себе тоже внимание. В самом начале... Четыре генератора. Ну, в общем-то, правильно, точек много, чтобы их прокачать. Ведь я тоже ставлю четвертый, но это происходит чуть позже. Потому что у меня на точку больше захвачено, и мне приходится ее застраивать. А у релмена нет реликта. Все пока сидят. Удефа это, в общем-то, норма. Редко, когда кто-то ломится, тем более на ошибках в бифе. Атаковать, потому что если ты поломишься на одного, ты можешь получить контратаку с другой стороны, и потом окажешься между двоих. И, в общем, на этом все закончится. Ну, а вот ведь турель, по крайней мере, достает лону Ульфа до поста. Не дает спокойно застроить. Но, тем не менее, все равно, ведь она будет стоять дальше, чем точки. И первым делом будут уничтожать ее из кавера. Точки не достанет. Аккуратно пока. Все играют, увожу. ФВ. Надо было мне сбривать у хаоса пост. Реликт мне был не нужен, но, по крайней мере, мне надо было лишить его ресурсов. Пост он воткнул. Ну, в общем-то, я думаю, что у него он окупился. Уже. Все равно он его не грейдил. Принес он ему то влияние, которое он затратил на строительство. Даже чуть больше. Ну, тут надо считать. Я пока не грейжу на реликте. Пост. Потому что... Его могут уничтожить. Уничтожили у хаоса две его станции на посту на реликте. Но часть ресурсов он с них все-таки успел поиметь. Приносят они ему влияние. Но в меньшем количестве, естественно, чем застроенные. Тут уже пять генераторов Т2. Термоген, кстати, он поставил. Я тоже достраиваю. А здесь термоген так и не поделили. Реалмен с... Лонвульфом Т2. Да, тоже Т2. Начинаю прокачивать пост. У меня было достаточное количество воинов, чтобы его защитить. А тут у нас, видите, невидимчики нашли мой термоген. И пытаются его разобрать. Я очень не хотел делать... Разведов. Но ведь приходится их делать. Потому что до эфирила было еще очень далеко. Ну и когда играешь с Тау на Тау, без разведов играть крайне опасно. Потому что он может их вывести и перестрелять вас с более дальней дистанции. Подвожу уже воинов. Чтобы сразу сбрить к СВ-15 и к СВ-25. Он начинает тоже перестрелку с моим постом. Подвожу воинов. Подходят разведы. Видите, я его вижу. Спокойно разбираю, продолжаю ремонтировать термоген. Но он потерял своих всех невидимок. Про них забыл. Он видел, что вроде никто по ним не стреляет. Поэтому решил, что... У меня не о чем светить. Я не успеваю здесь отстроить пост. Да. Отремонтировать. Но, тем не менее, он тоже лишается одного своего. И строители его полетели. Термоген он мне сбрить не смог. Пост-1, да, сбил. Но я у него тоже сбил. Так что... Неплохо разменялись. Ну, и Лон Вульф забирает релик. А я уничтожаю термоген. Тем временем у А7В. Лишаю тоже притока энергии. Здесь не застроены. Ни у того, ни у другого. Ну, в дуэли Тао на Тао побеждает тот, кто больше намасит. Если оба играют через Као Йон, кто больше намасит к моменту перестрелки. Ну, и кто, скажем так, удачнее расставится, нанесет первый урон, сделает первый выстрел. Кто-то обычно и победит. О, вторая турелька. Да это Шадеп Биг Дога очередной. Ну, не совсем, конечно, груди. Машинка, все дела, но... Тем не менее, видите, он поехал на Тао. А Лон Вульф пошел на Тао, а не на... Хаос. Вот эта карта и непредсказуема. Именно такими ходами здесь могут вас отаковать с любой стороны в любой момент. И поэтому ломиться куда-то нельзя сразу. Нужно ждать. Удачного момента. Смотрите-ка, тут уже Т3 и вторая главка. Т4 нет, еще только ставят завод. А7В. И бежит, бежит, бежит тут искать моих невидимых, которые разрушили на термоген, но невидимки тоже свалили. И дальше он не решился идти. Неправильно сделал. Если бы я его подсветил, он потерял сразу лоха и два отряда своих ХСМов. Ну а здесь он, видите, рвется вперед на Лону Вульф. Чем-то ему не понравился Риал Мэн. Че-то он ему сделал нехорошее. Он так на него просто и давит. При этом машина на плейнер сдамажена, но он все равно несется вперед. Сейчас вот если ему разнесут ринку, считают, что вся его пехота там будет. Так, застрял и успел здесь вылезти. Последний момент. Тут активнейшая перестрелка. Накидывает обилку разведа на его ХСМов. Ставит он щиты. Дроидов. Не люблю этих дроидов. Командиры стрелкачем. Дроида. Обычно я их не использую. Ну и Хаос отступает. Хотя и Тао он тут навредил немало. Тем самым он помог мне. Кстати, я не видел этой перестрелки, потому что для меня все это было скрыто туманом войны. Если бы я видел, в этот момент я уже бы атаковал. Так как у него просто-напросто войск почти не осталось. То есть ХСМов ему, считайте, пачку растележил. Да и вообще у него, кстати, всего две пачки разведа. И вот, к примеру, у меня сейчас уже получается раз, два, три пачки. Четыре, пять пачек. Правда, три из них полные. Ну, там, три с половиной. Сейчас будут пять пачек полных разведчики. Тоже Као Йон. Куча невидимок, а у него невидимки. И всего лишь два отряда, один из которых еще и не полный. И разведы. Ну и, конечно, ресурсов было меньше, потому что он играл без вот этой точки, без термогена. Вот этот пост у него тоже сломали. Бараки круто вставит. Но тоже играет, видите, за Тао. Вроде знает, где звон. Точнее, слышит звон, не знает, где он. Он не строит центр Коалиции, который в Као Йоне является ключевым зданием, которое прибавляет и броню у Тао. За счет того, что эфирил выходит. И урон. В общем-то, они становятся гораздо мощнее. Плюс телохранители, плюс сам эфирил, к себе, включая билд. А он сразу Т4 идет по ходу дела. То есть он пошел через Грейт Као Йона в Кротксов. Непонятно, нафига они нужны против Тао. Вообще будет бесполезно против второго Тао. Ну и за счет, видите, огневой мощи у меня просто больше войск, гораздо, чем у него. Гораздо лучше поставлена экономика и... Что он тут может сделать? Ничего. У него просто слишком мало войска. Тем более реликты у него не было. За счет чего он собирался делать, хотя бы курицу, тоже не совсем ясно. Ну то есть какая-то странная таксика за Тао. Тао побеждает именно масса. Масса экономика. Если вы играете через какие-то там хитрые ходы и у вас нет запаса по ресурсам, ну... Ваша игра очень быстро закончится за них. Поэтому первым делом экономика с минимальным количеством войск для обороны. Дальше. Когда экономика поставлена, вы можете еще быстрее масять вторую главку, кучу генераторов, дроиды, псы, там, ну, Кротксы, танки, самолетов, что хотите, можете делать. Но экономика это прежде всего за Тао. Если у вас ее нет, считайте, что раса у вас это и нет. Тао без ресурсов это ничто. Не зря у них уже можно, в общем, на Т2 прокачать точки до максимума и обеспечить максимальный приток по... Ну, почти максимальный по влиянию. Я захватываю у него точки и расстреливаю с дистанции, даже не вхожу на его базу. Войск у него почти не осталось, он не может бороться просто с моими вот этими... Ордами, которые стоят под его... Стенами. И не успевает, естественно, произвести войска. Эфирил у него нет. Войска слабее. Телохранителей нет, которые стреляют дальше. Ну, это приводит вот к таким результатам. Теряет командор, теряет все абсолютно войска. За пару секунд перестрелки я продолжаю спокойно его разбирать из-за горы. Абсолютно не напрягаясь, уже застраивая его точки, которые... Буквально минуту назад были его, теперь уже мои. И продолжаю расстраиваться дальше. Тут лох накидал у... А7В целых ничем. Авгуров. Ну, точки продолжаю снимать. Рилмен пока не выходит, хотя понятно, что тут все уже для него кончено. Он ждал, а может быть, кто-то меня проатакует. Может, я отступлю, и он еще отстроится. По-всякой бывает. Сказалось бы, тебя снесли, и вдруг внезапно твой противник атакует, и он ступает, и ты развиваешься, и можешь потом еще даже вывезти. Но для него это не произошло, и поэтому он бомбанул и вышел. А здесь, с другой стороны, Лон Вульф начинает застраивать термоген, а с этой стороны так и не застраивает. Хотя, казалось бы, у него стоит здесь турель, застройся термоген. Ничего подобного. Ну и побежал А7В в атаку. Долго он тут собирал войска, 16 минут турели пошел ставить. Но тут у него просто уже избыток был и по ресурсам. И поэтому он решил куда-то их приложить. Лучше бы, на мой взгляд, прокачал бы точки до предела. Пошел махач хаос на хаос. Они просто, видите, еще почувствовали, что одного Тау-то завалили, и тут надо было им как можно быстрее друг с другом. Вот Реалмен только сейчас еще выходит. Дропнул свои здания до этого. Им надо быстрее друг с другом разбираться, иначе у кому-то из них придет Тау. И там уже никаких шансов не будет. Два Принца синхронную джигу какую-то плясывают. И там Принц А7В побеждает прикрытием. А здесь, как видите, внезапная атака. А7В сбрасывает кучу кошмаров, облитераторов и еще и трансформирует алчащего через колдуна, по всей видимости. Он начинает разбирать главное здание Лон Вульфу. Вот такая внезапная контратака, он сделать ничего не может, потому что он его прессует еще, видите, и с другой стороны. То есть, по идее, Лон Вульф слился. Ну и экономика была хуже поставлена. А что, тут было две главки. Генераторов больше, термоген был. А у Лон Вульфа ничего, по сути, то и не было. Да, у него были точки, но термоген он только-только застраивает. Второй главки у него нет, дополнительных генераторов нет. Он теряет еще, к тому же, свое главное здание. Ему надо по-новому его качать. Для него песенка уже спета даже. Он отбивается, он пытается что-то еще сделать. Пыхтит, теряет казар, молчит, продолжает бродить и разрушает здание. Тихонько за ним бегают версы, бегают удержимые. И если бы я не отогнал бы, в общем-то, АСМВ к базе, встав в центре, он не смог дальше пройти. Для Лон Вульфа уже все было бы закончено. Дальше не иду. Я не видел, что там происходит. Могу как-то застроиться. В общем-то, я уже, видите, развернул крупномасштабное строительство по всей карте, на всякий случай. Я не видел, что он так вот прыгал десантом. Но я всегда так делаю, когда у меня есть избука ресурсов, я строю по всей карте резервные базы на всякий пожарный. Тем более у Тауа, если он теряет лавку. Это никакая не катастрофа, ибо она не отвечает за переходы между тирами. И вот, как видите, здесь у нас пытался отстроиться. Лон Вульф. Ну, во-первых, сюда прыгнул А7В. И начал расстреливать его строителей. Ну, и я помог с другой стороны. То есть потерял Лон Вульф всех своих строителей. И остались у него только вот здесь вот несколько зданий. Ну, по идее, опять уничтожен практически. Я вижу это. То есть дроиды у меня там уже все просветили. Что главки нет. И я понял, что была контратака на его базу. Начинаю давить на А7В вот этого. Понимаю, что и Мнон остался самый опасный. И тот практически уже готов. Про него можно забыть. Про Лон Вульфа. Хаос Тау вообще не противник. При наличии огромного количества ресурсов у Тауа, если уметь за них играть. Хаос. Единственное, что может сделать, это полакомиться пиской у Кротокса. Больше он ничего не сделает. Просто физически Тауа сильнее гораздо. Ни Крабы, ни Демоны, ни Облитераторы ничего не смогут остановить. Орду Тау в Кауионе. Одними дроидами можно просто раздавить. Ну, здесь, видите, перепрыгивает А7В. Продолжает что-то непонятное вытворять. Пытается уйти куда своими облами. Но дроиды-то знают свое дело. Ну, в общем-то, как видите, прирост по ресурсам, ну, сами наблюдайте. Какой? 395, 251, а запасы 6,5, 4,200. То есть это очень много. И вся карта под моим фактическим контролем. А здесь, во, опять что происходит. То же самое, перепрыгивает Колдун. И то ли не Колдун, то ли не Алча прошел, я не помню. Что-то у него слишком раздамаженный, от того, чтобы у Турель фигачил. Может быть, он и прошел. Ну, не суть важна. Короче, он прошел, пробросил опять кошмаров. Ко мне ломает главку, то есть занимается тем же сам, что сделал Лон Вульфа. Но он был не в курсе, что у меня, как бы, ну, здесь уже база с другой стороны совершенно. И он тут наяривает. Не, у него варлок, кстати, живой. Значит, просто лучше прошел, как-то через свою базу перепрыгнул. И, в общем, туда пробросил кошмаров еще раз. Приходится возвращаться. И кидать орбиталку. Ну, Алча довольно быстро разбирается воинами, дроидами, опять же. Да, вот так вот он перепрыгнул, короче, и полетел обратно. Ну, толк-то ему отлетать там хата осталась. Сопля и телега, проще бы убил, но его создал. Но, может, у него и ресурсов не было, теперь можно посмотреть. Так, у Лон Вульфа почти ничего нет. Здесь 146-106. Да, у него лень практически нет. И посмотрите на мои запасники. Это просто Клон Дайк. По ресурсам. Ну, крестоносил, любит ресурсы он. Всегда играет с большим запасом по ресурсам, особенно за Тау. И дроиды продолжают свое давление. Не ослабевая ни на секунду. Приходится бодаться с двумя. Мне еще мешается и Лон Вульф, который никак не собирался выходить. И напрягал, тягивая часть войск, как бы, назад. Ну, а здесь я решил подождать, что он будет сделать еще раз. Решил просто его дроидами потравить. Направил их на базу. И, как бы, наблюдает здесь довольно странную картину. Куча турелей. Тоже ученик большого пса, но ученик такой уже прошаренный. То есть он построил турель, когда у него было излишко ресурсов. Но сейчас его ресы, в общем-то, и закончили. Сыграл он с маленьким запасом, довольно-таки. То есть против Тау с такими ресурсами нечего делать вообще. Строю путь к свету, подальше от базы, чтобы он там, ну, если еще раз прыгнет, уничтожал уже пустые генераторы. Вот, и казарму тут бодал. Вот, я еще одну главку строю, то есть уже третью. Куча казарм, заводы, все дела тут. Два завода. Бараки для крутов. То есть база была у меня, короче, уже не на базе. Она была уже вне базы вся. На базе остались так, пару генов и казармы. Для приманки. И бежит, бежит... А, это КТА-7В бежит, просто спасает свою базу от дроидов. Видите, они его напрягают, он не может контратаковать. Опять бежит варлок, судя по всему, собирается прыгать. Он-то думал, что моя база-то находится как бы вся на... Вот этом плато. Больше у меня ничего нет. Вот я опять строю, видите, здесь главку. Опять строю путь к свету, дом генератора накидываю. Сбрасывает облитераторов. Довольно удачно сбрасывает. Ну и, в общем, расстреливаю термоген вместе с турелью. Лону Ульф пытался отковать, осталась у него одна турель священная. В общем-то, он даже мог и выстоять дольше, чем от ТА-7В. Я конструирую весь огонь у него, ибо он мне снес главку, а за это надо было, конечно же, отплатить. И снимаю его точки, то есть делаю то же самое, что было с Реалменом. Он зажат, ему не вырваться, как бы уже не пыхтел. Куда так и дроидов он не может двинуть с места. А в Вэхе его разбирают с дистанции. Так, по-моему, он что-то там писал про... А, ну ладно, не буду говорить. Если это в этом бою, конечно, было. Я почти в каждом бою нечто подобное вижу, когда за ТАУ играю. Ну, это просто... От злости откишут. Такие речи на самую лучшую фракцию в игре. Негодяи. Все, какие мерзавцы. Наговаривают на нее, так сказать. Кауион дает возможность... А, да, вот он пишет. Такая, типа, гейская раса. ТАУ. Конечно, когда тебя гейская раса берет сзади... Естественно, гейская. В общем, жестко и во все отверстия. Остается им только стоять в позе лотоса и получать удовольствие. Вот полетел. Опять у него алчий. А что ему еще остается делать? Вырваться он не может. Я говорю, что физически хаос слабее. Что он может сделать? Да, он пошел опять, мне короче, на базу. По этому же маршруту сначала он здесь что-то решил. Походить, побродить. Наверное, охренел тут от количества небоскребов застроенных. И, по-моему, решил скинуть на базу перепрыгнуть. Да, он прыгает опять на плато. Я только-только здесь застроил главку. Но он с маниакальным упорством опять кидает сюда же десант. Прекрасно видит, что у меня база есть с другой стороны. И, в общем-то, его атака не имеет никакой роли. А с другой стороны Лону Ульф бежит. И, как видите, мне приходится... Опять же, разрывать войска, чтобы забраться с двух сторон. Но здесь у меня уже кроткость подходит и вяжется. Колчо. Он идет ломать главку. Это, конечно, для Тао очень важно ее потерять. Да, смотрите, контратака внезапная. Долго ждал Лону Ульф и решил выиграть таки. Выиграть таки в нужный момент, пока я там занимаюсь с... А7В. Он бежит ко мне вовсю. Просто во все лопатки. Ну, и здесь уже прорыв дроидов. Уже они вовсю долбят и турели, и здания. Еще вынужден терять время на то, чтобы это вот добро все разобрать. Еще раз он разбирает главку. Но, в общем-то, толку от этого никакого нет. А здесь десант от Лону Ульфа. То есть, получается, что я играю сейчас один против двоих. Такая команда. Тимплей пошел. Приходится часть перебрасывать Fire Warrior на то, чтобы прикрыть свою базу. И А7В выходит. Ну, тут, видите, дроидов уже продавили. Он потерял все войска. Ресурсов у него больше не было. Следующая контратака бы уже не состоялась. И так он меня даже не смог. Напрячь. Обиделся и решил выйти. Вот. Ну и здесь зажатые. У меня зажатые кошмары. Зажатые держимые. Я перенаправляю спам дроидов уже на базу к Лону Ульфу. Отхожу назад, чтобы его добить и не терять время вот на этих вот спрятавшихся недобитках. У нас уже Шейпер и Гач вместе с дроидами все это добро. Ну и разбираю эту тюрель смещенную. Откладываю его со всех сторон. Он рвется в бой к моей еще одной главке. Расстреливают со всех сторон его, в том числе и дроиды. Видите, до конца бьются пацаны почти все. Даже он до конца, в общем-то, бьется. Остается на последнее здание. С какой агрессией хаос пытался уничтожить мне вторую главку. Да, для него вторую. Так у меня осталось их, в общем-то, две. Ну и летел я тут на базу застраиваться, достраиваться. По новой все пришлось поломанное строить. Но, к сожалению, для него его здания закончились. И поэтому его агрессивный напор был остановлен. Так вот был бой. Пришлось в конце обсражаться сразу с двумя. Это не изменило исход этого сражения. Реалмен играл к Кегре уже как-то странно. Вместо Центра Коалиции я пошел зачем-то в Грейт. Коуиона против Тао я, имею в виду, пытался создать Кротксов, которые не помогли бы ему даже добежать до моей базы, ибо они расстреливаются очень быстро, теми же самыми дроидами и невидимками. Дроиды вообще по органике стреляют очень жестко. И если их много, они того жалчего аватара окружив, разбирают за считанные секунды. Вот, как и терминаторов, как и облитераторов, и тех же Кошмаров тоже. Если их очень много, это создает очень большие проблемы. Если у вас есть два предвестника, вы используете весь лимит на 20 отрядов дроидов. Короче, там противнику придется батоны напрячь под огнем еще ФВА невидимок крайне сильно. Ну ладно, давайте посмотрим на результаты. ДВ-450, я здесь настреливаю суммарно по войскам. А7В-1860, 675, вангу я, наверное, на моих дроидах настрелял. 675, лонвульф, 30, рейлмен. Ну да, нафигачил моих дроидов. 207 я уничтожил. Чистых неразбавленных хайсидов и тау. 284 А7В, 120 лонвульф, 19 рейлмен. 306 я потерял, но опять же, это были дроиды. 158 А7В, 97 лонвульф, 69 рейлмен. 29 зданий я уничтожил, 18 А7В. Ну, он там самими десантами кидал, сами, в общем-то, видели. Неплохая тактика, но не получилось. 6 лонвульф, рейлмен. Одно здание уничтожает. Это, по-моему, был мой пост в самом начальной реликции, да. 12 зданий я потерял, 14 А7В, 22 лонвульф, 6 рейлмен. Ну и по войскам 456 у меня было, из которых, скажем так, процентов 80, это были дроиды с предвестников, 170 А7В, 104 лонвульф и 57 рейлмен. По ресурсам, тут, я думаю, комментарии излишни, 65 с половиной у меня, 34 200 А7В, который вроде неплохую экономику построил, но смотрите, насколько она все-таки отличалась. 23 600 лонвульф и 11 400 рейлмен. 840 технологий был у меня 1180 А7В, 920 лонвульф, 520 рейлмен. 68 800, общий счет 37 300 А7В, у меня 68 800, А7В 37 300, 25 200 лонвульф и 12 тысяч рейлмен. Ну и 29 минут 13 секунд шел убой, для фау, в общем, нормально. Надеюсь, что вам понравилось, и сюда не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, на основной и дополнительный, вступайте в нашу группу ВКонтакте, оставляйте свои комментарии. На сегодня все, с вами был Крестоносец, всем удачи, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok